Привет! Привет! Привет, Марья! Привет! Как дела? Слушай, ничего, хорошо. Сходил в магазин, закупился с продуктами, повстречал очень много сирен, машин. Да, и сегодня продлили карантин. Да. Так что вообще весело будет. Ещё целых четыре недели сидеть дома. А что ты вообще делаешь во время карантина? Слушай, ну я работаю. Я всё-таки, это возможность у меня, так скажем, воплотить свои проекты, которые я хотел. Для интернета в том числе и для телевизора. Ну я как по образованию еще продюсер, я что-то делаю. Я не могу сильно внести, у меня это не получается никогда. Хотя я просто так не представляю, вот если просто продлили. Я понимаю людей, да, которых там сегодня сказали, что до первого мая сидеть дома. Я вообще не представляю, как вот можно просто сидеть и ничего не делать. Это очень страшно. Ну да, мне кажется, можно чего только не делать дома. У меня каждый день, мне кажется, по-разному проходит. И я еле успеваю действовать по своему распорядку дня. Ты иногда пропадаешь или это я пропадаю? Это ты пропадаешь иногда, да. Это я пропадаю. Понятно. Спрашивают, какие планы на апрель? Какие планы на апрель? Сидеть дома, заниматься, работать, да. Ну что ж, начнем. И, наверное, у меня сначала будут такие базовые вопросы. Это где ты родился? Родился я в Москве, из Майлова. Ровно из Майлова, 9-й парк, дом. И, собственно, я здесь сейчас нахожусь. Я живу в Дзержинском, в Московской области, ну и живу в Москве. Собираюсь переезжать уже на то, сколько уже год. Все планирую, планирую, но вот обстоятельства как-то немножко мешают в этом плане. Да. А кто твои родители? Я представила, что твой папа музыкант, дежур. Да. У меня, получается, отец дежур-композитор. Но так получилось, что он летом, точнее 31 мая, скончался. Он был дежур-композитором. Он закончил Киевскую консерваторию, Московскую консерваторию. Он в Иркутске очень много жил, работал. И до последних дней своей жизни, когда ему было 84 года, он до последнего работал. Он делал, как это сказать, партитуры, делал аранжировки в Гнесинское училище. То есть там есть некоторый профессор, который обращался по партитурам. А также он, в принципе, делал партитуры, он работал так. Чистая коммерция в последнее время была. Ну это прекрасно. Я, кстати, учусь в Гнесинке. Такое интересно. Да. А ещё я прочитала, что ты занимался на скрипке и бросил это дело. Почему? И вообще тебя заставляли заниматься? Слушай, ну у меня такая была история, что когда мне было 4 года, меня батя взял, получается, в мастерскую к своему другу. Там выходил из Москвы. И он изготовлял инструменты разные. Там даже были и духовые, почему-то я не знаю. Вот. Меня сейчас спрашивают, какой тебе нравится инструмент. А мне 4 года, ну я дупля вообще не кидал. Типа, что вообще интересно. Вот. Ну я показал пальцами на скрипку и всё. И с тех пор я начал заниматься скрипкой. С начала 2 года я занимался индивидуально с преподавателем на дому. А потом мне пришли в детскую музыкальную школу в домашине Юргенсона в Сокольниках. Вот. Я там закончил полностью 7 классов. Сальфеджио, хор, фортепиано. Но так сложилось, что мне очень нравилась гитара. Я вообще хотел с детства быть рок-звездой. И я после скрипки перешёл на акустику. Потом я перешёл на электромитарную. Я занимался, кстати, у вообще клёвого чувака. Зовут его Юна Маян. Это, наверное, самый крутой педагог в России по гитаре. Даже вот, кстати, гитарист Кинчева, Алисы, вот, он о нём говорит, что я не знаю, лучший педагог по гитаре, чем он. Потому что это реально очень крутой педагог. То есть к нему я приходил, и я занимался 6 часов, прикинь, гитарой. То есть не каждый педагог это осеет. У него была такая комната, такая квартира. У него был ребёнок-жена. Ребёнок там что-то резвился, бегал и вынул. И в каждой комнате сидели гитаристы, то есть они ученики. И он приходил, давал задания, и вот так вот переходил в какую-то комнату. У неё всё время был потрясающий запах Капитан Блэк, сигарет и кофе. Это прям немножко такая шевелюра такая была, как у меня. В общем, просто такая атмосфера была классная. Вот он меня научил игре на электрогитаре. И я потом... А потом у меня что, у меня простые школы прогнали из-за того, что не хотел читать панельный в 10 классах. Я пришёл в другую школу, и там я понял, что хочу быть актёром. Вот такая. А вообще как-то музыка помогает, ну то есть, так скажем, музыкальное образование помогает в профессии? Очень сильно помогло. Особенно, знаешь, где? Особенно на предметах театра и музеи фехтования и на предметах танца. Потому что в танце очень важен ритм. Особенно, когда я танцевал Дагестан и Донские казаки. Там же очень сложно. Ты, наверное, видела танцамбль Моисеева, там, где все мужики, все симптомы танцуют. Это так сложно. Но именно музыкальный слух помог как-то улавливать это всё. Потому что у меня... Я не буду выпендриваться, но меня на крупнике не успевали. Если есть слух, то тебе это проще даётся. Конечно. И это очень сильно. Единственное, какие у меня были проблемы, это со спиной. У меня хореографичка моя, Наталья, она меня била ладошкой меж лопаток, чтобы я не скухоживался целую работу. Прикинь, меня било прямо. Интересно. А ещё я прочитала, что я сейчас точно не помню, в какой роли ты играл на скрипке. И это тоже тебе пригодилось, да? Да, это после института сразу же. Когда я закончил институт, меня отвредили в театр. Меня взяли в театр работать. Мне сказали, что будет зарплата у тебя восемь тысяч. Ну, восемь тысяч, это даже для 2011 года, это было вообще никак. И я сказал, что я не буду работать в театре, я буду что-то делать. Я бегал по актёрским агентствам, рассылал резюме. И меня заметил Тумаев Владимир Иванович, режиссёр, который вёл курс в Абгике на тот момент актёрский. Благодаря актёрскому агентству я пришёл на пробы. Я попробовался один раз на одного персонажа, потом на другого. А потом говорит, вот есть скрипач. Я говорю, а он играет на скрипке? У меня есть скрипка. Всё, окей. Я попробовался и на скрипке и тому подобное. В итоге у меня было около пяти или семи дней, когда я приезжал и общался с режиссёром. То есть я пробовался так и так и так. Были ещё скрипачи, но они такие были скрипачи. Ну, либо не актёры, либо плохие скрипачи. То есть это такой очень тяжёлый момент. И в итоге единогласно выбрали меня. Я сыграл одну из самых ролей в сериале «Солдаты» 17-й сезон. Кстати, это последний сезон. Потому что когда мы снимали, умер генеральный продюсер сериала. Успел. Ну, это превосходно, когда и актёрское мастерство прекрасно, и когда на скрипке замечательно играешь. Так что это... Ты знаешь, кстати, очень много актёров именно музыкалити. Очень много актёров, которые любят музыку. У меня, например, есть одна крупница Юлия Савича. Ну, сейчас она сообщает, сейчас она в Айтюк. Она, например, очень любит читать и очень любит пианино. И я был у неё в гостях, и она прям тащится. Она прям достает какие-то партитуры и наизусть начинает играть. То есть мне это нравится. Всё-таки творческие люди, они все как-то связаны, все эти профессии. Не знаю, художник, музыкант, актёр. То есть всё как-то переливается. Так что все мы едины. Ну, да, интересно. А вообще, когда началась твоя кинетомографическая карьера? Кинетомографическая? Я уже, я репетировала, пыталась несколько раз сказать без ошибки. У меня в итоге так не получилось. Когда началось кино? Да. Это началось, по-моему, в 2009 году. Первая роль у меня. Я играл латышского разведчика в документальном фильме для телеканала «Звезда». Там мне нужно было учить акцент. Я там вроде латыш. У меня фамилия латышская. Но я там только первые шаги сделал. Со мной родился в Москве. Я сам москвич. Ну вот. И мне было очень тяжело. Я очень волновался. Но и этой работы, по-моему, кстати, в интернете не найти даже. Что-то мы удалили. Либо я не знаю. Может быть это была как пропаганда со стороны «Звезды». Я не знаю. Никто не может найти. Я всем говорю, что моя первая работа была такая. Никто не может найти. И это связи никакой. Докажи. Я все-таки считаю, что первая работа все-таки это сериал «Солдаты». Это прям вот хорошая роль, хорошая работа. Первая такая масштабная главная роль. Интересная. Прям. Класс. А вот вообще, насколько важно актеру следить за внешним видом? Ведь могут и на улице узнать. Слушай, ты знаешь, вот я тебе так скажу. Вообще, есть такая очень странная, очень странная фишка. Вот смотри. Есть блогеры, которые снимают какие-то вайны, какие-то штуки. И у них очень много подписчиков. Но их не узнают на улице. Например. Либо мало узнают. А есть я, который, ну, всем я знаком. То есть, все меня узнают. Подписчиков мало. И я не понимаю вот эту вот штуку. То есть, как это так получается. То есть, я, значит, полумедийный или медийный. В принципе, да. То есть, меня узнают на улице. Я пытаюсь носить очки. То есть, у меня есть очки. Ну, во-первых, у меня зрение было четыре. Из-за скрипки, кстати говоря. Знаешь, почему? Потому что у меня был пепитр. И меня батя заставлял играть стоя. Я все время стоя играл. И вот так вот чурился. Вот. И это только потом, когда мне было 12 лет, я сидя уже играл на скрипке с прямой осанкой. И у меня испорчено зрение. Мне хорошо. Я очки там надеваю. Но это тоже не защищает. Но как-то я пытаюсь. Мне очень приятно, что меня узнают. что для меня просто странно. То есть, у меня есть товарищи-блогеры, с которыми мы ходим по улице. Меня узнают. Их нет. Но у них подписчиков больше. И они еще как-то с этого зарабатывают. И я думаю, вау! Что за? Да? Да, да, да. Но у меня у самой немного подписчиков вообще по сравнению даже с тобой. У тебя очень активность хорошая. Ну, это, кстати, да. Нормальная активность. Особенно сейчас. Когда я решила вести Инстаграм. Да, конечно. Да. Ну, так как же ты... Как важно следить вообще за собой? Насколько это важно? В плане какого? Типа... Вообще очень важен спорт. То есть, нужно поддерживать тело. Вообще физическая подготовка, она очень... очень хорошо влияет на мозги. Если ты физически стабилен, и если у тебя мышцы в тонусе, то у тебя и настроение хорошее. А что очень важно, хорошее настроение. Потому что если у тебя не будет у творчества человека, если не будет хорошее настроение, у него не будет творчества. Это очень важно. Просто капец как важно. Я стараюсь максимально за этим следить. А также в плане там ходить на кастинги, на пробы в какой-то там одежде фирменной. Это вообще фигня. Он хороший режиссер, хороший кастинг-директор. Он смотрит на твою внутренность. То есть, на твой внутренний мир. Как ты подаешь себя. То есть, ты можешь прийти хоть... Я всегда... Ты знаешь, я ходил на пробы, помню, было лето, что-то была жара. И мне кастинг-директор сказал, что строго нужно приходить в джинсы, в рубашки и так далее. В тот же момент были пробы, когда мне нужно... Когда мне говорили, вообще пофиг что-то приходить. И вот пробы, которые мне говорили, что нужно приходить в джинсы, в рубашки, я приходил в шортах, в футболке, и мне утверждали. А на те пробы, которые мне говорили, типа, пофиг как одеваться, мне утверждали. То есть, ну тут вообще... То есть, тут как ты себя... Как ты выглядишь, всем пофиг. Главное, что ты несешь на самом деле. Какой у тебя багаж здесь. Ну, конечно, да. Да. А вот нам, кстати, музыкантам важно приходить на репетиции в хорошем виде. Потому что это... Потому что вы несете очень такую серьезную тяжелую ношу. То есть, у вас... Я же сам помню, когда я занимался скрипкой, я все время в школу ходил в обуви. Ну, это правильно, потому что это классика. Все-таки. А актерство, это... Знаешь, это... Как тебе правильно сказать? Ну, это... Это больше пофигизм, что ли, какое-то дурачество такое, знаешь? Дурачество во благо искусства, вот я тебе так скажу. Угу. Угу. А все-таки я никогда не могу прикоснуться. Я даже к отцу в комнату пианино не прихожу, если я не одет, полагаю. Например, я вчера был в рубашке, и я зашел к отцу в комнату, пианино открыл его, протер, посмотрел, нажал. Ну, потому что я... Ну, так себе пианист будем. Ну, видимо, ты все-таки иногда играешь. На пианино нет, мне не нравится. Потому что я очень осмотрелся на отца, и я понимаю, насколько он гениальный, и я понимаю, что я так не смогу. Ну, я, может быть, даже и не хочу. Пускай это станет в памяти, как воспоминание об отце. Наверное, так. Если скрипка... То есть я, как скрипач, для меня, знаешь, я всегда ненавидел сальпеджио, пианино, потому что можно было учить какие-то там партии старкорды, там еще что-то. Я все на слух. Вот. Я с детства привык, у меня как-то подкадал, там, типа, безладовый инструмент, спокойно, там, 7 октав, там. Угу, пофигач. И я так и работаю, даже на гитаре. То есть если меня там просит сделать какую-то аранжировку. Кстати, у меня вчера был у одного рэпера, очень интересного Стаса Галкубера. Вот. И он решил аранжировку сделать. И я как-то сел, и он просто напевал мелодию, и я ее начал наигрывать. И в этом кайф. То есть я люблю получать удовольствие в музыке именно от этого. Угу. У меня струнный инструмент, в первую очередь, это залог моего спокойствия и успеха. Морального. Ну, ясно, ясно. А на самом деле уметь аранжировать или как-то, ну, импровизировать, это очень интересно. Потому что я, вот, например, не умею импровизировать. У меня вообще к этому нет никаких способностей. И, ну, я тоже не считаю это плохим чем-то, потому что я больше люблю учить текстами. А вот такой вопрос. А что спрашивают на кастингах и как они вообще проходят? Слушай, кастинги вообще, они... Давай я тебе расскажу, как я попал, например, в Чернобыль. Да, давай. Да. То есть туда пошел своей подругой на тот момент, ну, знакомой. Не девушкой, чтобы понимали. Вот. Мы пошли туда. Она пробовалась на одному из персонажей. Ага. Вот. Я пошел за компанию. Меня увидел кастинг-директор. Так он на меня посмотрел. Женщина-то, Маритина Николаевна. Она говорит, а давай ты попробуешься. Вот есть два персонажа. Охотник и гей-пограничник. Хохол. Я такой, ну, давайте попробуем. Вот. А там режиссер был на тот момент первого сезона. Это Андерс Банке. Значит, в этот момент он был человек из Дании. Вот. Он так на таком ломаном английском со мной разговаривал. Угу. И я попробовался и на гея, и попробовался на охотника. Потом ушел. Значит, через три дня меня перезвонили. Говорят, вас утвердили на две роли. Я говорю, как? В смысле? Подождите. Ну, типа, ну, а как один персонаж может играть две роли? Я говорю, ну, потому что вот так как-то у вас все сложилось хорошо. Я говорю, ну, так. Что дальше? Короче, меня вызвали еще раз на пробы. Я приезжаю. Еще раз это все проделываю. И говорят, что вот он на охотника есть. Если будем вас перегремировать на другого персонажа, это будет немножечко неправильно. Угу. текст сценария. У меня был один съемочный день, чтобы ты понимала. По зарплате, ну, абсолютно стандартные, обычные эпизоды. Но я готовился неделю. И эта роль в итоге получилась такая классная, что мы даже когда после третьего фильма, финала в Чернобыле, когда были на примере, с генеральным продюсером Валентом Петровичем увидели, когда там, я там, просто у меня там маленькие эпизодики, я там даже слов не говорил, я там промелькал. Он говорит, блин, Рос, вот, конечно, было бы здорово сделать спин-офф про пограничника Гея. Он бывший персонаж, очень запоминающийся. Вот, и, кстати, полицейский, я перешел, он же сценарист Чернобыля, он же сценарист, продюсер и режиссер полицейского. Вот. И, получается, он меня просто пригласил, и как-то автоматически он меня отвредил, потому что, ну, я подходил по параметру всех. Вот. Так что... А есть, например, кастинги, да, ты приходишь, там кастинг-директор, который, ладно, расскажу один секрет, есть у кастинг-директоров, я так уже помню, определенные люди, которые они, определенная база, которых они утверждают. Вот. И, то есть, у них есть топ-10 актеров, да, которые уже рассматриваются на роли, но нужно для, как это, не отмывания бабла, а, скорее всего, показать, что процесс идет, кого-то еще набирать. Вот. Они их смотрят, и типа, да, мы посмотрим, вам перезвоним, а на самом деле нифига. У них есть топ-10, из которых они выберут. А ты ходишь, и вот просто ты тратишь время, там, ты можешь на пробах, там, четыре часа, понимаешь? Четыре часа ты можешь общаться с режиссером, разбирать, там, от трех до пяти сцен, погружаться в персонажа. Это психологически очень тяжело. Во-первых, ты перед этим очень сильно заморачиваешься, ты пытаешься как-то проникнуться. А потом во время, когда с режиссером, там, и партнер, если это... Кстати, ансамблевые пробы есть такое. Ансамблевые пробы – это когда уже подбирают, например, главные героини и главные герои. Их подбирают, мне такой солдат в первых сборах, и вы пробуетесь. У меня, кстати, все прошло, все хорошо, у нас все идеально получилось. А в итоге на съемки переезжаю, а другая девчонка, прикинь? Мне прям так было обидно. А почему знаешь еще в чем прикол? Это девочка, которую другую утвердили. У нас была сцена, где нужно целоваться, любить друг друга. А она такая – я не буду целоваться. Ну, уходи с профессией тогда, что-то. Ну, по-хорошему. Ну, как это? Ну, да. Ну, интересно, столько всего узнала о кастинге. Очень разные случаи бывают, конечно. Там не угадаешь. Тяжело. Ну, да. Я вообще не представляю, как можно так быстро на кастинге выучить как-то текст, то есть подготовиться, чтобы… Тебе высылают заранее, конечно. Но, понимаешь, ты можешь его заучить, но я, конечно, заучил через себя, но это не очень хорошо. Это как, типа, ты учишь в школе стих. Лучше, конечно, когда ты приходишь к режиссеру, когда он тебе дает… Не кастинг-директор, а лучше к режиссеру. Когда он тебе дает текст, ты с ним прочитал один текст, один раз, он тебе объяснил, что как к чему, и все. Ты автоматически запоминаешь. То есть тебе не нужно заморачиваться. Вот так круто. А таким способом, как Саша Петров, например, заучивает, как он берет с собой блокнот и переписывает сценарий блокнот, слух произносят. Типа, ну это старая метода, не только так сам, но это все дело. Мне это не нравится, потому что в этом нет жизни. Я не кайфую от этого. Все по-разному. Понятно, понятно. А вот я, допустим, решила вести прямые эфиры. И абсолютно неопытный, так скажем, интервьюер и ведущая. Вот ты можешь научить меня как-то держаться в кадре и скажи какие-нибудь лайфхаки? Ну, наверное, самый главный лайфхак, мне кажется, у тебя все, в принципе, хорошо. Тем более ты учишься. Самое главное, как опять же говорил мой отец, у нас есть большая проблема в нашем поколении, начиная с 90-х. Мы очень много манипулируем руками и тому подобное. То есть ты должен делать подачу изначально, ты должен делать подачу изначально от себя. То есть руки не распускать, не это, не бородами там не шевелить, а просто подавать информацию, как нормально. Нормальный человек. Мне кажется, вот это самое главное. И в каждом театральном музее есть сценическая речь, где ты этому учишь. подавать изнутра. Какие у тебя предпочтения в еде, что ты любишь кушать? Слушай, я очень люблю мясо. Хотя я худой, но в принципе, но я начал заниматься с тренером и мне плюс 8 кг. Я люблю мясо. Я люблю мясо любого вида. Ну, сейчас, кстати, от свинины я отказываюсь. Я люблю индейку, люблю говядину. В каком виде есть, мне приятно все равно. Я очень люблю супы. Один из моих любимых супов – это сырный. Прямо не могу это ощущать. Прямо это вообще. Это прям какой-то нежный такой классный. И просто блин, бульон. Вообще, люблю русскую кухню больше всего. Ну, да-да. А кроме русской? Кроме Таиланд. Тайская. Тайский рис. Знаешь, этот влог с рисом. Прямо вообще класс. Не знаю. Ни разу не люблю. Ну, в карантин приезжай в гости, надо тоже начать. Помимо русской кухни, я люблю итальянскую. Это там всякие пасты, вот это все очень хорошо. А, ну да. Не, ну вот, конечно. Да. И женщины любят вообще в итальянской кухне, особенно пасты. А, слушай, макароны – это очень хорошо, особенно, когда ты занимаешься. Вот мне тренер говорит, например, после тренировки обязательно белка. И вот, если вот тебе что-то прям падло, куда-то нужно, там, ты не успеваешь, зайти в рестик, возьми пасту карбонару. Вот это прям вообще класс. Для мышц это самое то. Вот, главное, я стал, знаешь, исключать жирную пищу. Ну, типа, потому что уже, ну, как-то, после тридцати уже немножко сложно это все перевариваться. Жирную, то есть, типа, жареная, да? Ну, типа, свинина, жареное сало и так далее. Раньше я сало любил, ну, тогда, когда был молодой. Угу. Ясненько, ясненько. А, вообще, какая у тебя любимая страна? Ну, если в плане отдыха, либо увлечений, либо в плане жизни. Ну, давай сначала в плане отдыха. В плане отдыха. Египет, Таиланд. Египет, кстати говоря. Ну, там это именно отдых. Там мне очень нравится и море. Там можно взять маску и прям поплакнуть. Ну, это когда уже в Египет мы попадем, я вообще не знаю. Я там был когда-то. Нет, шесть назад в последний раз. Таиланд нравится тем, что всем пофигу на тебя. Вот вообще пофигу. Никто не пристает. Все в своих делах, там, что-то там, что-то где-то там, кто-то там, что-то там делает. Ты ходишься спокойно по этой стране и вообще никто. Это мне очень нравится. Вот. А так вообще, конечно, где бы жить, наверное, Финляндия. У них образование. Ты слышала про это образование? Нет. У них отличное школьное образование. То есть там ученики могут включать предметы такие, какие они хотят. Если они что-то, например, у меня там висела математика в этой школе, там, если у них там, скажу, что мне нравится математика, то ее могут просто исключить. И ты можешь заниматься по предметам, которые тебе нравятся. Прикинь? Ну. Ты сразу переходишь автоматом, там, в институт и, ну, занимаешься своим делом. Я просто вспоминаю, когда я учился в 90-х, начинал в школе музыкальной школе, занимался плаванием. Как меня это все вообще, это бомбило меня просто. Потому что можно было... Почему плавание, это же, наоборот, хорошо? Ну, это, конечно, хорошо это дает, конечно. Ну, слушай, ну, получил я три высших диплома. И что? Я, кстати, это часто слышу, там, получаешь высшие дипломы, и что с ними дальше делать? Ну, сейчас это не интересно же. Ну, да. Времена блогинга и тому подобное, все мы это понимаем, конечно же. Ну, в принципе, я согласна, но, допустим, ну вот закончил ты в Финляндии школу, а что дальше? Я, нет, я-то уже не закончил, дети мои. А, дети. Ну, конечно, дети лучше беспокоились, о чем я, старые пираты, как говорится. А дальше тебе открыты дороги куда угодно. Спокойно, куда хочешь, туда езжай, там живи, там работай абсолютно. Самое главное, что тебя не прессуют. То есть у тебя, у меня с 90-х, мне, знаешь, осталось такое немножечко, какой-то все время я на стрессе, знаешь, я не могу без этого стресса. По-любому какая-то эта штука-то случится. Где-то будет какой-то, ну, какой-то, что-то будет, какая-то неприятность. Я к этому постоянно готовлюсь, понимаешь? А я понимаю, что человек спокойно себя учится, занимается чем хочет, у него нет никаких, никакой дискафод. Вот, это зона. Ну, понятно. Ну да, в принципе, согласна. Ну, мне, кстати, в этом плане с обучением вообще повезло, так как у меня индивидуальный план. И у меня со всеми педагогами идет индивидуальное обучение. С одной стороны, это очень хорошо, потому что мы там вместе занимаемся, я все понимаю. А с другой стороны, это не очень хорошо, когда сейчас дистанционно, и это очень как-то становится все тяжелее. Это на пианино. Что еще раз? Ну, ты с каких лет играешь? А, с четырех. А, ну... Отличный возраст, чтобы начать заниматься музыкой. Ну да, действительно. Сейчас, мне кажется, все в этом возрасте начинают заниматься. Раньше-то, может быть, это было даже рано, и раньше я, наверное, была из первых детей, которые так рано вышли на сцену. Потому что, так скажем, в мое время никто еще в четыре с половиной, в пять лет не выступал. Я что-то тоже не помню, что было. Я первый раз, помню, выступал в семь лет в школе, да и то, ой, у меня такая паника была. Ой, а у меня еще были, получается, мой педагог Демиденко, у нее дочки-близняшки-скрипачки. Они фальшивили так жутко, ой, мне было так страшно, что я тоже зафальшивил. Как-то так было вообще все это неприятно, но в итоге... И, кстати, у меня это сохранено до сих пор. Я каждый раз ухожу на сцену, каждый раз я вообще с детства видел. Ну, я, знаешь, я был одним из учеников, который все-таки большин. У меня была, знаешь, не пятерка, а такая четверка. Четверка, четверочник такую. Хотя я очень любил скрипку, но все-таки четверочник. Ну, что, наверное, ленивый. Или просто как раз-таки очень много, ну, предметов. И всякие из подготовки, бассейн там и так далее. Я уже буду заниматься теннисом. Не знал, за что браться. Не, ну, меня прямо, как только я начала заниматься, меня, может сказать, почти, что сразу выперли на сцену, чтобы, так скажем, заманить этим. Потому что все у меня надели в красивое платье такое пышное, прическа там, все дела. Ну, я первым делом, что, когда я вышла на сцену, я упала по лестнице. Это даже есть в YouTube-видео. Да, два раза упала, все, ну, ничего страшного. Вышла, сыграла. Мне подарили шоколадку, цветочек, ну, все. Все, ребенок в деле. И теперь уже, когда говорили, Ваше скоро концерт, все, сразу понимала, что нужно заниматься. То есть уже дальше, как бы, ну, конечно, говорили родители, там, ну, все, надо заниматься, давай, может быть, позанимаешься. То есть, мне кажется, без этого дети никак не будут сами садиться. Закравлять ровно можно. До какого-то? Например, я знаю, вот у тебя недавно был концерт в Зараде. Да. Ну, вообще, как? Волнительно ли? Да. Я просто не могу сказать. Нет. Вообще нет. Нормально. Да. Ну, я просто была сосредоточена, и на репетиции у нас все хорошо получилось. Да я, сейчас-то я уже не волнуюсь. У меня был период такой в жизни, когда я волновалась. То есть, это, мне было лет 12. Это, наверное, тот возраст был, когда я уже почувствовала самую настоящую ответственность. То есть, раньше как-то я просто выходила, делала, так скажем, свое дело, и все. То есть, как-то, как-то, как-то ответственности полной я не чувствовала. А в 12 лет мне стукнуло в голову о том, что это большая ответственность играть перед публикой, что пришли тебя послушать там. Все. И у меня начались какие-то самозакруты в голове. И еще были такие моменты, когда я играла сырую программу, только выученную. И это тоже очень давит на мозг. Да. Ну, а со временем просто я осознал для себя, для чего я этим занимаюсь, и все, у меня все по полочкам выстроилось. Теперь я, наоборот, кайфую. Слушай, я когда вспоминаю свой первый спектакль, я в институте играл спектакль. А Зорь здесь тихий, наверное, читала. Смотрела. Читала. Читала. Я играл в Старшину Восково. У меня была очень большая ответственность, потому что у нас на курсе было 30 девчонок, что-то такое плюс-минус. И мы были пацанов, нас там было четверо. Один из которых вообще, в принципе, не ходил на предметы. Другой иногда ходил. И вот был Саша, с которым мы все это исправляем. Вот. И выбрали этот спектакль, Зорь здесь тихий, который идет три часа. Мне пришлось адаптировать под себя сценарий, потому что есть версия автора, но она там литературная и так далее. Нужно адаптировать под театр, чтобы все расписать, чтобы все было нормально, без всякого-то литературного этого всего. Вот. И прикинь, спектакль. Первый мой спектакль, полный спектакль, там куча монологов. Один монолог только пять-десять минут. Я просыпаюсь с утра, еду на репетицию. Обычно все время спектаклям два-три прогон. Один прогон технический, второй во всю силу, третий спектакль. Чтобы по свету все было хорошо. Вот. И я встаю с утра, у меня температура 38,2. А ничего не сделаешь, не отменишь ничего. Да. Как говорят в театральной индустрии, может быть только смерть причиной неявки. Угу. Угу. Вот. И я как-то приехал, и я не знаю, меня всего колбасит. И мне мой любимый Федорович, режиссер, художник-владитель, говорит, ты выйдешь на сцену, у тебя это все пройдет. Да. Да. Хорошо. И все уйдет. Я говорю, да ну как это, я мне вообще муха на колбасе. Эдуард Кру cure я вообще не могу. Говорит. Говорит, тссс. Тссс. Такой господинец. забывай мне столько басков и все я начинаю жить я забыл где-то текст у девчонки там мне помогают на сценах где я стою с картой и вокруг меня 20 полный зал прикинь это где-то шестьсот человек я у меня температура я чуть забываю я хочу играть и как выкручиваться я на этой карте я стою так нет текста до кировской дороги не близко и я понимаю что я должен сказать но у меня затык я не могу связать ни слова у меня девчонки чурила одна короче из гоностерки такая вот сценарий вот такая сэна очень масштаб и я так вау кировской дороге не близко такой действительно такой прям и все и потом что-то так пошло а когда мы отыграли спектакль оказалось что это самый лучший спектакль был который я играл даже не ставиться с тем спектаклем я вот в прошлом году не позапрошлым году уже я участвовал спектакль марафон это по россии кемера перми и так далее я играл три роли всего три персонажа а пять персонажей три актера две актрисы и я один я играл уборщицу зоу мэра города и продюсера то есть три роли даже это для меня не было так сложно как ну действительно вообще с температурой я не представляю как можно у меня очень много раз такое было для пианистов это вообще можно сказать наказание играть с температурой конечно да да потому что не говорят что может рука так зажаться что потом все на всю жизнь ты не будешь пианистом и как ты справлялась-то типа ну во-первых нельзя пить антибиотики чтобы у тебя мозг не расплывался и чтобы и вообще не облажаться конкретно да парацетамольчик да дернуто и все анальгин анальгин да с аспирином или просто анальгин просто анальгин я прям вживала и пила выпивала водой или молоком и в принципе помогал но на сцене вот у меня было выступление большом зале консерватории так с концертом шумана это ужас был потому что на треть части у меня руки отнялись я вообще не помнила что происходило но слава богу я все сыграла да но при этом кстати на сцене ты абсолютно забываешь о том что ты болеешь и полностью выкладываешься и потом со сцены уходишь начинаешь дальше болеть а также как бы у меня было пару раз когда это были прям концерты подряд в разных городах и собственно на третий концерт я уже была здорово тут работает такая тему как сцена лечит и тоже давно в ярославле или в орле я сейчас точно не помню я тоже больная выступала но это было действительно тяжело потому что руки ватные а это ужасно особенно когда и рояль плохой но ничего еще и потеют руки то есть это тяжело в принципе нет у меня руки не потеют нет говорят руки потеют когда волнуешься но так нет и это еще кстати зависит от рояля потому что когда ты играть что мы стоим выехали на ямахах то там какие-то специальные клавиши которые впитывают все это дело поэтому даже вот не надо как бывает многие люди протирают клавиатуру в одну другую сторону я так делала где девять лет и потом я поняла что это абсолютно не нужно одно дело если на конкурсе протереть когда там после каких-нибудь конкурсантов которые там потеют из них капает то конечно тут протрешь а так нет и вот как раз таки в орле когда я играла опять же больная я потом через два дня выздоровела то есть действительно все проходит или как-то энергетика потому что наверное да она речит сцена речит это правда слушай давай сыграем в такую игру ты знаешь наверняка такую группу называется города допустим играть в слова то есть допустим я говорю город да и ты по последней буквы говоришь другой город только мы будем не в города на тему музыки то есть допустим я говорю там рояль ты на букву л говоришь что-то связанное с музыкой неважно это инструмент или да окей да конечно ну тогда поехали рояль подожди подожди слушай я забыла самое главное сказать все я буду считать до пяти если ты не проиграл и потом еще раз рояль литературу же подходит музыкальная литература конечно музлит пожалуйста композитор там темп и все что угодно но не литература не подсказывать ну а четыре с ниточкой четыре секунды я минус ну ладно я минус ну нет ничего ну давай ну хотя бы то что подсказали ну так не интересно да лира допустим это знаешь такая древняя арфа древняя арфа ну это когда на руках в руках такая штука подходит да да подходит а тут описание сателлира а я думала ты подглядел да ладно так теперь я арфа есть такое аккорд так-то так диминуэнда на е да на о а о диминуэнда оркестр ритм музыка ну ладно аккомпанемент терция ага какой фагот нет там музыка на я есть ямаха это на букву я а нет это на е сейчас так Так, почему у меня не музыкальные слова приходят? Ну, слушай, ямаха относится, в принципе, к музыке, но это... А, хотя ямаха, ну давай ямаха, да. Ну, это не музыкальный термин, ну ладно. Ну ладно, это с музыкой связано. Да-да-да-да. Так, 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 а... Арпа была? Была. Аркадий? Да, это так. Ну, какое-нибудь произведение там может называться на А. Олегро. Олегро, о, супер. Так, просто. О, корт, да? Сейчас, секунду. Что же у нас на мой есть? Когда думаешь ещё о времени, то вообще мозг как будто бы вообще куда-то улетел. А ты не думаешь. Так. Какой-то окунь, я не знаю, ну что я вообще... О, нет, сейчас. О. Кайден, Ария, ребята, ну чего, какой-то... Абертон. А-а-а-а-а. Ну, давай. И дальше. Так, на М, да? А-а-а. А-а-а. Какой-то композитор на «Н» есть. Подожди-ка, мы же про музыку говорим. Мирвана. Что-что-что? Мирвана. Мирвана. Ну нет, это же музыка. А, так, сейчас. Альбенис. Это испанский композитор. Я в игру играю, да. Вау. Не знал, надо загубить. Очень красивое у него произведение есть. Септима. Алимандо. О, все, теперь ты, нахуй, давай, выкручивайся. Арфей. Смотри. У тебя там еще часы тикают. Ага, да, слышно, да? Да, да. У меня что же на «О» такое-то? Октава. Это «О». А, это «О» октава. Точно. Аллегрова. Аллегрова, да-да-да, окей. Окей. Ну, «Адажио». Да. Тут все пишут, теперь мне все видно. Окей. «Анданте». А «ДАЖО» это на «О» заканчивается. Почему? Так, давай теперь на время, а то так мы не закончим никогда. Да. А, ну подожди, на «О» ты только что называл. На «О» давай. Оркестр. Рахманинов. Так, раз, два, три, четыре. Васильев. Гивачи. Раз, два, три. А театрально можно и все гнеют? Да, давай. Три. Куторю. Емоль. Емоль. Вот. Хорошо. Легато. Легато. Ну все, продум. Hello. Hello. Да. Ждем вопросы. Да, ребятки, давайте, подвечаем как раз на вопросы. Слушай, а в каком типе, вот ты много вообще путешествовал? Слушай, на самом деле не очень много, очень хотелось. Я вообще хочу сделать программу travel, путешествия. У меня была программа, и называлась «Она проще из Москвы», и можно найти в интернете. То есть я там рассказывал, ведущий был у меня Никита Квачук, мой партнер, мой друг. Мы катались по Московской области и рассказывали, как можно отдохнуть за минимальные деньги в Подмосковье. И так было круто, Варь. Слушай, мы находили такие места, я находил, например, каменоломни под Москвой. Ты знала, что там каменоломни? Это просто такие есть в лесу дырки, куда ты спускаешься на 7 метров в глубину 7-8, пролазишь сквозь камни, и там пещеры. Там пещеры где-то на километров 70. Можете представить, под землей. Ничего. Там вообще и страшно, и классно. Посмотри программу, которая из Москвы, там есть выпуск о каменоломнии. Вот, и я хочу это продолжить, в принципе, эти путешествия, рассказывать о местах, на которые, в принципе, тратиться особо не надо, но на что посмотреть. Это очень здорово. Вот, я сейчас вот как раз хотел снимать, но вот карантин, и, конечно же, кто тебя куда отпустит, блин, сиди дома, не высылай. Ну, и тем более, как-то хочется все-таки заботиться о здоровье, вообще, в принципе. Ну, конечно, да. Сейчас недаром все продлили, потому что говорили людям, посидите дома, опасно. Нет, все пошли жарить шашлыки, молодцы. Ну, конечно, у нас есть очень много примеров в США, Италии, где очень запознено. У нас хорошо, что вы об этом задумывались, ну, сразу. Можно работать из дома, ничего страшного. Конечно, конечно. Можно все что угодно придумать, найти. Даже если нечем заняться, то можно много всего делать, и даже просто прибраться дома, там, почитать, посмотреть фильмы, там. Ой, столько книг дома, кстати, да, я вот тоже сейчас только посмотрел. Как же выкинул это все? Столько много всего. Мне представляешь, у меня от отца остались книги Томы Достоевского 1905 года, что-то такое. Ты представляешь, это про книги, вот этот запах, вот этот вообще. У меня тоже, кстати, дома целая коллекция книг, бабушка мне подарила очень много книг, также у нее много книг, у родителей. А это, кстати, вот этот просто шкаф с нотной библиотекой, это все ноты. А, да? Только ноты, да. Так что много всего. Да, кстати, задавайте, пожалуйста, вопросы, потому что, как раз-таки, хотим на них ответить. Так, наверное, в начало перенесемся, сейчас. А там что, руки, руки, что-то. Руки-руки, я левша, да. А, вот, Варвара, я тебе прочту вопрос. Варвара, тогда сегодня пойдете делать уроки. После эфира я сделаю запись для завтрашней рубрики и буду еще уроки делать. Вот так вот. Да. Так, есть ли у Ростислава питомцы? Питомцы? Ну, нету, нету. Потому что мне очень, поскольку у меня работа такая, так скажем, пастролирующая, то есть человек, который не будет, не будет, не будет вместе, не работать, обязывает. И я не смею заводить животных, потому что я буду в ответе за них, а не могу пока отвечать. Ну, то есть, сложно у меня в этом плане. Я очень люблю попугаев. Мой самый любимый попугай, как бы, можно по носу залить, так, ара. Я очень люблю попугаяев, прям вообще очень хочу. Ну, пока, пока не помню. Он будет обижаться на меня. Ну, да. Потому что он будет ждать тебя, а тебя не будет. Будет это сам собой ходить по подоконнику, ты разговариваешь. Да. А у нас, кстати, собака появилась в ноябре. И до этого мы как-то не могли для себя представить то, что мы сможем как-то ухаживать за собакой, потому что у всех тоже график. А какая большая? Нет, маленькая, йоркширский терьер. Да. А я только недавно был в доме как раз в приюте для собак. Там была собака Грейс, такая большая, такая. Я прям вот, я поснимался два часа с этой собакой. Я влюбился, я уже звонил своей, говорил, Даш, может быть, возьмем собачку? Ну, ты, конечно, давай в однокомнатную квартиру собачку возьмем. И попугайчик, когда мы возьмем леса, ты с ними будешь гулять. Я говорю, все, 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 я понял. А я родителям клялась, что я буду каждое утро и каждый вечер вставать, выходить, выгуливать собаку. Выгуливают мой средний брат и родители. Мне каждый раз они об этом говорят. Утром я просто не могу себя поднять и пойти гулять с собакой. А вечером тоже мне уже как-то так. Ну, конечно, ты чего? Нет, нет, нет. Это очень, не очень тяжело. Тем более нужно убираться. Но если это животные, кошки или собака, нужно убираться много чаще. Ну да, это да. Какое ваше любимое произведение? На данный момент это Саната Скрябина, потом второй концерт Шестаковича. Боже, я так рада, что я в июне сыграю, если, конечно же, вирус закончится второй концерт Шестаковича в Большом Зале Консерватории. Также я уже хочу приступить к новой программе. Я ее пока вам не скажу, но она будет очень крутой и очень вообще интересной. Ты как бы про реализацию себя пробовала вообще, в принципе? Ой, нет. Нет? Не готова к сотрудничеству с реализацией? Ну, я пока не знаю. У меня это как-то не получается. Ну, нужно попробовать просто. М-м. Походим. А в кем бы вы стали, если бы не нынешняя профессия? Патологанатому. Да. Когда решался вопрос, когда я переходил в один мастер-класс, когда меня в одну школу турнул из-за того, что не хотел читать «Войны в мир», потому что мне нравится, в принципе, как он пишет. Это не значит, что нужно ребенка вынуть в школу, на мой взгляд. Вот. И патологанатом, потому что мне нравится анатолий, нравится строение человека и тому подобное. Ну, как-то мне было очень близко. Я хотел переезжать в Донецк, потому что там обучение в 10 раз дешевле было в медицинском вузе, чем здесь. Причем нет в Донецка, в Украине. А тут, наверное, в ДНР. В итоге я поступил на актерское, может быть, это хорошо. Может быть, и не знаю. В любом случае, мне эта профессия очень интересна. Интересно, интересно. А я бы стала, как я уже говорила, телеведущей, наверное. Кем? Ну, телеведущей. Ага. А тебе? Но я не собираюсь это делать. А, кстати, из меня бы еще, мне кажется, хорошая получилась певица в народном пении. У меня это очень хорошо получалось, потому что я начинала свою профессию, так скажем, занималась на фортепиано. И еще параллельно ходила на народное пение. То есть, в пять лет я первый раз уже сольно выступала под гармошку, потому что у меня как-то там голос открылся. И никто раньше еще в этом возрасте не выступал сольно. А меня прямо так выпустили на сцену. Так что, наверное, получилось бы. Я бы занимался пением, если бы у меня был бы голос, как у, например, Чачи из Наива, Саши Иванова. Такой, знаешь, такой, 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 сиплый, ну, он реально такой, класс. А так у меня голос такой, пальцы я там где-то могу. Нормально. Да. Ой, спрашивают, на каком конкурсе хотели бы сыграть? Ну, наверное, конкурс Чайковского. Да. Это такой, наверное, мечта каждого пианиста. А так, пока не знаю. Много есть конкурсов, это нужно выбрать. А так, если даже будет такая возможность, что мне не понадобятся конкурсы, то я бы на них не участвовала. Мне кажется, что у Варвары будет свой собственный проект, и она себя проедет, и увидеть ее отбежку с другой стороны, это будет очень здорово. Я прям это вижу. Я думаю так, поделюсь. Спасибо. А спрашивают, ты будешь играть на скрипке в прямом эфире? Ребят, я объясню, что такое скрипка. Скрипка – это такой инструмент, когда я был даже маленький, я играл в день минимум три часа. То есть я сначала научился в школе, приходил со школы, делал уроки, обедал и играл на скрипке. То есть я уделял этому внимание очень много. Мне там все друзья голбасились, а я переклонил скрипки. Соответственно, я не играл на ней уже примерно лет пять. И если мне начинать играть, мне, во-первых, нужно купить хорошую скрипку. Я не буду заводскую скрипку покупать эту любому. Мне нужна скрипка мастера. Электронная, не знаю, электронная скрипка, это все-таки не дает. Лучше обычная классическая мастерская скрипка с подзвучкой, я думаю, все-таки. И мне понадобится где-то около трех месяцев, это как минимум, чтобы... Ну, в принципе, три месяца мне хватит, чтобы как-то это все восстановить. Так что, если у меня будет какая-то роль, то я с удовольствием за это дело возьмусь. Потому что, если так для себя, то меня выгонят из дома, моя жена. Так что... Потому что это очень... Да, скрипка это вообще один из самых сложных инструментов. Да, ну она очень хорошо развивает слух и, в принципе... Да. Ну она дисциплинирует очень хорошо, на самом деле. Так, у нас тут спрашивают. Есть ли у вас какой-нибудь талисман, например, игрушка или что-то подобное? У меня есть. У меня вот, у меня крестик есть. Как раз, когда я снимала программу «Прочь из Москвы», «Как отдохнуть на Москве», вот я был в лавре, я купил крестик и к нему шла цепочка. Вот это мой, так скажем, и талисман тоже. Там уже живут. Всегда со мной. Да, ну у меня тоже, кстати, с собой всегда крестик. И ещё на концерты со мной везде ездит такая игрушка. Мне её когда-то подарил мой брат после своего первого турнира. Ему на турнире подарили как раз-таки игрушку. И он эту игрушку подарил. И мне это было настолько приятно. Вот, и как-то для меня эта игрушка стала талисманом. Я его сейчас покажу, секундочку. А он спортсмен ещё? Да, сейчас расскажу. А, нафига себе. Да. А что там у неё на полке? Угу, угу. Ничего не могу понять. А, на партитуру. Ну, кстати, это мои концерты. Вот эти концерты у меня в руках оркестровые. Вот. Это такая полочка для повтора. Ну, в общем, вот. Вот этот дракон. Ну, это мой талисман. И, ой, ещё эспандер, потому что, да, потому что если нету инструмента, чтобы разыграться, вот мне очень помогает эспандер. Вот так вот руки поделаешь. Кстати, многие говорят, как так, они там зажимают руки, ничего. А, ну да. Ну, ты же часто делаешь, и потому у тебя нормально, как бы, наоборот. Да, 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 да. Я раньше эспандером тренировалась, так сказать, тренировалась. Ну, грубо говоря, тренировалась, чтобы рука как-то растягивалась. Да, а теперь просто с тобой как талисман вожу. У меня даже мама всегда смеётся на эту тему. Ну, так где дракон? Я говорю, сейчас положим. Да. А, ещё спрашивают, Варя, какой сейчас уровень в Гнесинке? Прекрасный уровень. Мне кажется, такой же, как и в ЦМШ. Ну, это две самые сильные школы. Гнесинка и ЦМШ. Так что, я думаю, вообще очень сильный уровень. И педагоги там замечательные. Так что она уникана, поэтому... Продолжение следует...